В зале представители городской администрации, ветераны, историки, а также ученики общеобразовательных школ, кадеты и студенты. Воссоздавать свою историю нужно каждому, ведь без прошлого нет будущего, убежден краевед Валерий Валиев. Он сам много лет посвятил изучению историю Анапского района и сегодня дарит библиотеку ВУЗа собственные книги. Вы должны знать свою историю. К нам приезжают со всей страны, и вы должны всегда ответить на любой вопрос. Вот эта консеренция и помогает вам ответить на отличные вопросы. Работа конкурса проводится в двух секциях. В первые свои доклады защищают ребята в возрасте от 9 до 16 лет. Во второй – от 17 до 30. Темы самые разные, но так или иначе они связаны с событиями Великой Отечественной войны. Артур Ахмадеев – курсантка детской школы имени Старшинова. Тема доклада – рассказ о своих предках, которые ковали победу на Балтике. Это очень интересно – знать историю своей семьи, знать, где воевал мой прадед и его брат. Руководитель мне помогал очень, он корректировал моё эссе. Эссе я делал несколько недель, мне помогала моя бабушка. Я узнал очень много нового, где служил, кем был. Он был, мой прадед был главным корабельным. Его брат был главным механиком этого катера. Они уничтожали немецкие корабли, не давали подойти им к Ленинграду. Изначально конкурс проходил только на базе вуза, но с каждым годом количество участников увеличивается. Собственные исследования проводят не только студенты, но и ученики общеобразовательных и кадетских школ. Численность участников возросла. Она стала в три, а то и в четыре раза больше. Конечно, откликаются, интересуются и даже просят. Когда у вас будет, вы нам сообщите обязательно. Мы хотим принимать участие и темы, которые они выдают нам на конкурсе, они, знаете как, больше даже исторического научного исследования. Не просто мы знаем об этом и хотим напомнить, а именно исследовать. Вот это уже большое значение в том, что пятый наш конкурс в этом году показывает рост научной подкованности. Все доклады участников будут тщательно проанализированы и обработаны. Итоги конкурса и имена победителей организаторы огласят позже.